Привет, дамы! Сегодня будет видео не очень длинное. Я бы даже сказала короткое. Показывать мне особенно нечего. Магазин у нас закрыт. Как вы знаете, у нас существует шопинг онлайн. Его никто не отменял. И если вы любите зару, например, как люблю ее я, то вы знаете, что там сейчас бушует, вовсе бушует и происходит клиренс, распродажа. И, в общем, цены уже довольно-таки хорошие. Я совершила несколько покупок и буду вам потихонечку их показывать. Я пока что остановилась на верхней одежде. Значит, вся верхняя одежда, все пальто, все пуховики, все шубы сейчас в Заре у нас, в канадской Заре, за 49,90, то есть за 50 долларов, что, в принципе, уже достаточно хорошая цена. И сейчас я вам покажу, что я купила. Я купила две шубы и одно пальто. На себе покажу, покажу, расскажу, какой размер, что к чему, чтобы, в общем, если вы захотите купить, чтобы вы знали, какой размер вам нужен и на что смотреть. Значит, три вещи. Сейчас, секунду, возьму по очереди. Буду показывать, потом примерять. Первая шуба. Классическая шуба Тедди. Поскольку я жадина и денег на настоящую Максмару мне жалко, я буду с вами предельно откровенна. Чего буду придуриваться, ну, правда. Я, ну, вы знаете, я там, у меня было видео насчет люкса, что я его не покупаю и все такое. И правда, ну, ну, это другая история. Я купила две шубы типа Максмары. Вот это вот одна из них, бежевая, она очень похожа на шубу Максмару. Я знаю, что вы, конечно, скажете, качество не то, что Максмаре качество лучше. Максмара делается натуральных материалов. Ну, я имею в виду не натуральный мех, а шуба, она сделана из шерсти, по-моему, натуральной. Азара из синтетики барахло и все такое. Да, но она и стоит 50 долларов. В отличие от шубы Максмара, которая у нас в Канаде, вот такая шуба порядка стоит 50 тысяч долларов. То есть я даже боюсь сосчитать в процентах, насколько, во сколько раз дешевле стоит эта шуба. Если учесть, что на вид, на вид в Канаде шуба Максмара от вот этой вот никто не отличит. Ну, вот 99 процентов населения отличат, потому что в Канаде вообще к люксу народ относится очень спокойно. Люкс носят очень мало. Где-то там в Торонто самые фэнсиш-мэнси дамы, которые вращаются в каких-то очень высокопоставленных кругах. А вот так вот на улице нормальный человек, шуба Максмара, так я даже не видела, если честно. Но, может быть, я не в тех кругах вращаюсь, наверно. Хорошо, значит, ну и вот, я поэтому говорю, что выбрасывать 5 тысяч. Я понимаю, что люди покупают люкс для себя, для собственного, ну, чтобы чувствовать себя как бы достойно, что они могут и имеют возможность потратить деньги на люкс. Но я уже развивала эту теорию в своем виде, что я себя чувствую достаточно хорошо, без того, что я буду знать, что я могу потратить 5 тысяч долларов на шубу. Я лучше на эти деньги поеду в отпуск. Опять же, кто может и в отпуск поехать, и шубу купить за 5 тысяч, флаг вам в руки, я очень за вас рада. Так, шуба размер medium. Сейчас покажу вторую, а потом буду мерить. Синяя шуба. Ну, тоже, в общем-то, так сказать, inspired, что здесь называется. Вдохновленная шубой Max Mara. Правда, там были такие голубые, а это синяя. Ну, мне, честно говоря, даже этот цвет больше нравится. Он такой более спокойный, а Max Mara, он прям был такой флоресцентно-голубой, что, в общем, как бы обязывает. А это такой, знаете, хорошенькая такая синего цвета. Ну, голубой, не синий. Синий такой более темный. А это, в принципе, голубого цвета. Я, знаете, с дурница одела вельветовые брюки, чтобы примерять вам и показывать эти шубы. А с них, конечно... Нет, не знаете, ничего с них не лезет. Напрасно я. Это то, что она не прицепилась на меня, это прицепилась на меня то, что я... А, это свитер. Это со свитера. Со свитера лезет на мои брюки, а не с шубы. Напрасно я возвела на шубу, ничего с ними не лезет. Спокойно. И третья вещь, это такое пальто-пуховик. Оно, знаете, ну, пуховиком назвать его сложно, потому что он очень тонкий. Ну, он совсем легкий-легкий-легкий пуховичок. Значит, написано, что у него thermal insulation. Это значит, что у него как бы внутри вот этот вот наполнитель, он рассчитан на такую высокую температуру. Правда, не написано на какую, но написано, что он термоустойчивый для очень таких harsh weather condition. Это значит, очень таких тяжелых погодных условий. Что у него, значит, подкладка содержит какой-то термолит. Ну, в общем, что он очень... Не знаю. Вообще, надо попробовать. Я его... В общем, тут много всяких этикеток о том, что он очень-очень морозоустойчивый и очень хорош на холодную погоду. Я, если честно, сомневаюсь, потому что он совершенно тоненький, совсем легкий-тоненький. Цвет такой зеленый. Мне понравился цвет. Капюшон у него. У него, в общем-то, такой воротник, переходящий в капюшон. Вот. Сзади у него как бы такой вот собранной резинки. У него вот встроенный такой пояс. И размер, вы не поверите, экстра смол-смол. Значит, там было два размера. Экстра смол-смол и медиум-лардж. Я, если честно, хотела себе купить медиум-лардж, потому что я дама... Ну, не экстра смол никак. И даже не смол. Но не было. А был только экстра смол-смол, и я решила рискнуть. И вы знаете, что я не прогадала. Медиум-лардж я бы утонула. Он очень большой. Сейчас я вам померю и покажу. Но начнем с шуб. Так, девушки, я специально себе надела вот такой вот очень широкий свитер, чтобы вы понимали, что под эту шубу можно надеть, под это пальто можно надеть довольно широкий, большой свитер. Что в наше время актуально, потому что свитера сейчас очень в моде вот такие вот. А не все пальто и не все шубы могут вместить в себя вот такой вот свитер. И на мне брюки я особенно ничего не одевала такого фасона. Просто для того, чтобы показать шубу, совершенно не нужно надевать какие-то очень необычные вещи. Я надеюсь, что камера так хорошо стоит, что будет видна ее длина. Но если нет, я немножечко отодвину. Давайте начнем примерку. Так, начнем по порядку с шубы номер один. Бежевого цвета. Этикетки, конечно, надо отрезать. Я не собираюсь ее не сдавать, не менять. Надо ее отрезать. Руки не дошли. Так, ну вы видите размер ее. Это размер медиум. Еще раз. Постегнула. Она очень большая, очень просторная, очень широкая. Длину видно? Я надеюсь, что видно. Я, может, сейчас немножко отодвину камеру, чтобы было лучше видно секунду. Так, девушки, я отодвину камеру и включила свет, потому что мне кажется, что немножко темноват. Я надеюсь, что вас не шокирует этот кусок моей лампы здесь. Вот такая у нее длина. Вы видите, да? Хорошая шуба. Очень хорошая шуба. Большая, просторная. Я ее надела пять минут назад, и мне в ней уже жарко. Если честно, я бы уже хотела ее снять. Не нравится она мне очень. Она очень толстая, очень плотный мех. Знаете, есть такие шубы, жиденькие такие совсем, что держишь ее, и она как тонкое пальто. А это нет. Она очень толстая, очень такая солидная. Солид, как это называется в английском. Так, это шуба номер один. Хвастаюсь. Видео по хвастушке называется. Так, сейчас померю синюю. Та же самая история. Она очень широкая. Размер медиум, как я уже сказала. Простите меня за игры с моими волосами, но при примерке очень трудно. Когда волосы длинные, очень трудно сохранить. Почему-то пуговица расстегивается. Если уже немножко нужно ушить петлю, закрепить. Да, вот не Макс Маре. В Макс Маре не надо было бы заушивать петли. Здесь видите, как-то она свободно. Пуговица расстегивается. Если честно, я вам честно скажу, честно-пречестно, что я вещи обычно не застегиваю зимой. Вот как-то я... Ну, unless только если... Если только очень-очень холодно, и я где-то гуляю. А так, в принципе, я высказалась уже с машиной, мне как-то... Так, вот. Синяя шуба. Тоже мне очень нравится. Тоже вы видите длину ее, да? Надеюсь, что видно. Не очень темно. Ой, надо было, чтобы я еще сзади вам показала, как она выглядит. Может быть, я сейчас одену и досниму кусочек сзади. Вот так она выглядит сзади. Широкая простойная шуба. Очень легко, свободно в нее входит вот такой вот большой свитер. Входит и заходит, так что... Давайте я сейчас померю вам нежу и покажу ее сзади. Знаете, как это называется? Оберну голову рукам работу. Вместо того, чтобы надеть один раз, сразу покрутиться со всех сторон, я забыла это сделать. Вот показываю ее сзади. Очень хорошо, если вы не видели ее еще сзади. Ну вот, большая такая широкая пройма. Вообще, очень похожая на шубу Максмару. Так что я думаю, что девушки, которые вы знаете Максмару, вы поймете, о чем речь. Кстати, вот эта голубая синяя шуба, она тоже довольно... У нее очень плотный мег. Она потоньше немножко, чем эта. Но это вообще вот прям такая, знаете, плотная. А та такая чуть-чуть пожиже. Но, в принципе, вполне нормальная. Это на более теплую, на более холодную погоду. Я думаю, да, на более теплую, потому что это очень толстая. Прям мне, мне так жарко. Прям очень жарко. Так, и пальто. Как хорошо показывать верхнюю одежду. Легко. Не надо ничего через голову снимать, надевать. В отличие от обычной одежды, которую нужно снимать через голову. Это все. Потом эти волосы, косметика. Все это абсолютно, абсолютно в беспорядке. И все это надо потом приводить в порядок. Значит, смотрите, ширина. Extra small, small. Здесь есть кнопка. Одна. А, вот здесь есть кнопка. И вот тут есть кнопка. Ну, на самом деле, она очень легкая и очень тонкая. Поэтому вот эти все надписи, по-моему, от того, что она... Оно. Почему она? Не знаю. Видите, какой ширины. Неимоверный, невероятный. Но поскольку оно завязывается на пояс, надо будет его хорошо расправить. Я не очень вижу себя. Потому что телефон стоит далеко, и я плохо себя вижу. Ну, вы понимаете, да, что это надо все расправить? Не слышно, потому что телефон стоит далеко. Да, значит, не карманы, а почему в ней, почему оно пальто, почему в ней, я не знаю. Не смелее на все эти надписи о том, что оно очень-очень термоустойчивое и рассчитано на очень-очень холодную погоду, у меня некоторые сомнения. Может, я немножко его поношу, потом расскажу, потому что... Ну, вернее, пока я поношу и расскажу вам, кончится сейл, это не будет иметь смысла. Может, я даже сегодня его надену на работу, а потом дозапишу или просто вам сделаю обзор, так сказать, на него, уже после того, как я его носила. Капюшон такой вот. Ну, оно, конечно, такое немножко баба-начальника, из-за того, что оно очень широкое, из-за того, что оно имеет пояс. Ну, я сама, как баба-начальник, если бы я была в стране, наверное, оно было бы меньше баба-начальника. Так что нечего на пальто пенять, когда само, как самула. Короче. Значит, вот такое, девчонки, вот такое пальто. Не знаю, написано, что оно очень-очень хорошо греет и так далее, ну, посмотрите. Вот это пока что все мои покупки на распродаже в зале. Я, конечно, на это место на жить я уверена. Я просто купила сейчас верхнюю одежду, потому что, ну, она сейчас по 50 долларов, и даже если она станет по 40, за 40, они спустят цену, то это уже там небольшая разница 10 долларов, даже на 3 вещи это 30. В общем, просто уже ничего не будет. На самом деле, я уже даже за 50 долларов эти вещи ловила просто вот с фонариком. Если они еще их уценят, то их вообще будет не купить никоим образом. Вот. Ну, вот такой вот у меня сегодня маленький-маленький такой примерочный обзор. Я надеюсь, что это вам было полезно, потому что сейчас вот распродажа, и хочется, что если вот у вас какие-то вопросы, и кто-то хочет что-то купить, чтобы знали, какой размер, магазин у нас закрыт, и пойти применить невозможно, поэтому показываю то, что я купила. Я, конечно, буду еще что-то покупать, еще что-то вам показывать, скорее всего. Просто вот пальто, вот шубы эти мне хотелось, а все остальное, там, знаете, платья, кофточки и так далее, у меня очень много. В принципе, я не очень хочу сейчас тратить на это деньги. Опять же, вы знаете, что я разговаривала со своей подругой, она тоже себе купила там пару шуб, пару пальтов в зале, и мы с ней обсуждали, это что как-то не тянет покупать платья, брюки, свитера, юбки, а тянет на верхнюю одежду. Я говорю так странно, почему? Она мне говорит, знаешь, мы ведь сейчас верхнюю одежду как бы носим больше, то есть, сидя дома, выходя на улицу, на магазин, или просто пройтись, мы можем выходить вниз, носить одно и то же, а пальто как бы менять себя самой, ну, как бы ощущать себя, что мы меняем одежду и что-то такое, потому что сидение дома в этой домашней одежде, оно как бы уже так. Вот. И, как я сказала, игры разума, знаете, вот то, что мы не очень используем одежду, которую мы носим под пальто, мы поэтому ее как-то особо не покупаем. А вот пальто сейчас такой вот наиболее, знаете, такой элемент одежды, который наиболее в использовании, но более или менее можно менять, потому что на улице все-таки мы бы выходим. Все, девочки, на этом все. Увидимся в следующем видео. Надеюсь, что вам понравилось, было полезно и интересно. Люблю, целую. Пока, пока, пока.